Около месяца специалисты межведомственной мониторинговой группы ездили по далеким и близким регионам страны. Посещали локальные ФАПы и крупные клиники по поручению президента беспристрастно, без оглядки на должности и статусы. Изучали их работу изнутри. Иногда приходилось вмешиваться в прямом смысле и остановиться к операционному столу. Но важно понимать, перед ними не стояла задача кого-либо в чем-либо уличить, обесценить. Президент, напротив, ориентировал на разбор показателей средней температуры по больнице, на оценку реальной ситуации в медицине. Вы понимаете, за деревьями мы этого хмазника не видим. Мы там такое сделаем. Мы высокотехнологии, малоинвазивные и прочее. Что диагностировали, подробно доложили главе государства, руководству Минздрава. Все помнят это совещание. Вкратце, бывало всякое от элементарной бытовой неустроенности до некомпетентности специалистов. Но радует то, что это не беспросветная и безнадежная реальность, а всего лишь наметившаяся тенденция, которую вовремя смогут переломить. Короче, медицина получает огромные деньги. И может стать неэффективной. Может стать. Пока если брать в целом от подготовки кадров иностранцев, там РНПЦ и прочая-прочая новизна, которую мы привносим в Беларусь, она есть. Но вот это может перевесить и все, у нас медицины нет. Мы не должны успокаиваться на этом. Это главное. Плюс образование. Умный, здоровый человек. Образование дает и здравоохранение. Одно без другого невозможно. За неделю выработали дорожную карту. Из первостепенного разобраться с очередями на диагностику МРТ, КТФ, ГДС. Без этого не выявить, а значит не купировать на ранней стадии опасное заболевание. Тот же рак. Сказать о том, что вот мы сделали вот так и очереди исчезли, ну наверное было бы с моей точки зрения авантюристичным и не соответствовало бы действительности никоим образом. Понятно, что мы стараемся выстраивать очень планомерную работу для того, чтобы эти очереди, прежде всего очереди на высокотехнологичные исследования, они максимально сокращались. Но я не готов сейчас говорить о том, что они исчезнут завтра, они исчезнут послезавтра, они исчезнут послезавтра. По одной простой причине я могу дать гарантию на здесь и сейчас, что мы сделаем все, чтобы как можно раньше они стали как можно меньше. Уж извините за такое не очень четкое обещание. Но по ощущениям, самые длинные очереди на замену суставов. Вот вам пример из Бреста. За прошлый год там заменили более семи сотен тазобедренных и 150 коленных суставов. Много это или мало? Сколько у вас в очереди стоит на эндопротезированные суставы? Там доклады. Сколько? 13500. Рассказываю. Да что вы мне этот слайд показываете? Меня интересуют 12 тысяч человек, которые не могут ходить. К концу года вы мне все суставы замените. Заменим. Ну к концу года мы всех не заменим, мы сделаем 10 тысяч. Да еще как заменишь? Исходя из общего запроса, недостаточно. Парадокс, что потенциал делать больше в том же первом регионе точно есть. Ситуация с длительностью состояния в очереди на замену сустава в области вызывает определенную обеспокоенность, поскольку время нахождения для пациента в очереди на замену коленного сустава может составлять до 7 лет. На замену тазобедренного сустава чуть меньше, но все равно это до 4 лет. При этом следует отметить, что технические возможности учреждений здравоохранения при наличии достаточного количества суставов, нужных размеров в принципе позволяют нарастить количество этих вмешательств и тем самым уменьшить время нахождения в очереди для других пациентов. Президент письменно распорядился до конца года провести эндопротезирование всем, кто стоял в очереди на момент устного приказа, иначе не скажешь, прозвучавшего 23 мая нынешнего года. Любопытно, что сразу после этого с ликбезом коллегам в регионы направились светилы, судя по соцсетям Минздрава. Тенденция обнадеживающая, но отслеживать ее все же продолжат и Генпрокуратура, и Комитет госконтроля. В поле зрения все учреждения здравоохранения. От фельдшерско-акушерских пунктов до столичных больниц и республиканских научно-практических центров. По требованию прокуроров сотни граждан поставлены в очередь на проведение операции по эндопротезированию. Ряд из них уже прооперирован. Также на контроле остаются вопросы оснащения автомобилей скорой медицинской помощи, эффективного использования дорогостоящего оборудования, организации медпомощи в учреждениях образования и иные волнующие население проблемы. Отмечу, в распоряжении, которое создавалось коллегиально, четко прописаны ответственные. Это и вице-премьер Петришенко, и глава АП Сергеенко, и Александр Косинец. Кроме того, свою работу продолжит и мониторинговая группа. Кстати, после зимней-весенней проверки они уже успели навестить отдельное медучреждение и были поражены бездействием. На устах у всех пример узды. Подобные стационары выявлены в каждой области, которая нуждается в исправлении системных ошибок. Например, в Витебской области это Поставская центральная районная больница, в Брестской области Столинская больница. В Поставская центральная районная больница количество потенциальных пациентов более 30 тысяч человек – это население района. В структуре ЦРБ, поликлиника, участковые больницы, ФАПы, отделение сестринского ухода. Но все же необходимое оказание медпомощи сосредоточено в Поставах. 13 марта диагноз учреждению здравоохранения поставила проверка. Реанимация, операционная, поликлиника – то, что должно помогать, саму нуждается в помощи. В Поставской центральной районной больнице кровати, которая находится в отделении реанимации интенсивной терапии, были переданы этой клинике больше 20 лет назад по гуманитарной помощи. А раз они были переданы по гуманитарной помощи, это уже были изношены кровати. И сейчас у них изношенность 100%. Это требует денег, вложений. Им требуется закупка дефибрилляторов, закупка лейрингоскопов и ряда другого оборудования. Конечно, без быстрой, качественной помощи председателям райисполкомов и областополкомов мы здесь не обойдемся. О состоянии дела в этой больнице нашей съемочной группе рассказывал заместитель главного врача. Руководитель клиники уволен. Мы составили план устранения недостатков, согласованный с главным управлением по здравоохранению Витебского области полкома. Что в нем предусмотрено? В материальном плане мы уже от 13 марта имеем новый автомобиль скорой медицинской помощи, автомобиль для обслуживания вызовов. Далее мы приобрели дефибрилляторы, оборудование для отделения реанимации. Что мешало сделать это до приезда мониторинговой группы? Вопрос риторический. Да и вряд ли только к поставским врачам. Здесь один на всех вопрос к системе здравоохранения. Раз уж нарывы вскрыты, боль терпеть просто не по-человечески. Коренным образом пересмотрена работа нашей поликлиники. Мы развернули два кабинета диспансеризации. До этого был один. Создан график выезда узких специалистов на район. Так, например, онколог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог. Выезжают по графику во все наши филиалы. А это три участковых больницы и одна районная больница Воропаева. Кроме этого, есть работа узких специалистов на ФАПах. Кстати, о диспансеризации. В тот же день, когда мы записывали комментарий выше, в поставах работала глава Совета Республики. К Наталье Качановой медик из Держинска обратился со своими предложениями о реализации прописанного в распоряжении. Данное предложение должно рассматриваться в совокупности двумя министерствами. Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты. Тогда этот вопрос разрешится. Хожая история с ФАПами. Напомню, речь шла о том, чтобы их упразднить, заменив современными оснащенными автомобильными передвижными пунктами. Но не все с этим согласны. Вот вам пример из Гомельской области. Как было это совещание, я услышала, что все-таки его позиция сохранить ФАПы. И для нас это было очень важно, потому что мы точно, вот у нас такая же позиция. И мы были очень рады, и все наше население тоже радо, что все-таки ФАПы останутся. Делаем вывод, в каждой ситуации нужен индивидуальный подход. Это как с протоколами лечения, которые, кстати, по результатам проверки в некоторых местах годами не менялись. Теперь за это, да и в общем-то все, что касается лечения, спрос будет с Минздрава. За техническое оснащение, состояние учреждений, в общем, за хоз часть будут персонально отвечать губернаторы и представители местной вертикали власти. Заметка на полях. Уж не знаем, после ли совещания было принято решение или до, но вышеупомянутые поставской больницы проведут реконструкцию. В 2024-м построят новый корпус, в котором будет кабинет КТ. Сейчас они отправляют пациентов на это исследование в Глубокое или Браслов. 2024-е, вернее, 1 января, дедлайн, который озвучил президент для всей системы здравоохранения по реализации той дорожной карты, которая расписана и уже законодательно принята. Но ясное дело, что за день все проблемы не устрани. Так что уже надо начинать лечение системы, а не разводить руками и запускать ситуацию. Как? Пайфхак от Александра Лукашенко. Помимо критики, если кто-то плохо слышал, 23 мая звучала и такая мысль. Садитесь. Сейчас не дискуссия и время. Сейчас надо привести. Вот есть ЦРБ, центральная районная больница. Есть забор. Восстановите забор этой больницы. Если надо, но они все в нормальном состоянии. Заборы. И начинайте внутри от забора косить. Косите, косите. Столкнулись с главным корпусом. Пошли в главный корпус. Ступеньки, двери, потолки, крыша, покраска и прочее, прочее. Губернаторы с председателями, горрайсполкомы. Все это дошлифовать до идеального состояния. Чтоб было так, как эта президентская больница, где вы лечитесь. И я тоже. Вот чтоб было так. Лечение, протоколы, нормативная или правовая какая-то у вас там база. Приводите все в порядок. Это не проблема. Это не проблема сделать за несколько, полтора-два месяца. Начинайте диагностику ранних заболеваний. Или как они у вас там называются. Начинайте с этого. Не ждите пока нормативно-правовая база, протоколы заменим. А потом людей начнем лечить. Немедленно начинайте. Мы ввели уже обязательные сроки, минимальные сроки обследования. И введем в целом по онкологу. Дмитрий Леонидович, если я приеду в район, ты же меня знаешь, человек подвижный. Сел в вертолет, через час я в любой точке, как Качанова говорила, и возьму с собой косинца. И человек, он с комиссией. У меня же такие есть. Вот они за полдня раньше приедут, посмотрели, я прилетаю, они мне докладывают. Не дай Бог, не так. Критикуя, предлагай в действии. Таким должен быть подход руководителя любого уровня и в любой сфере. Не надо придумывать и прописывать сотни обходных путей. Нужно просто взяться за устранение проблем, пусть маленькими шагами, но идти, а не просто вздыхать и смиряться с, в общем-то, и не самым смертельными диагнозами. Первого января больше повторять не буду. И задач ставить не собираешь. Они все поставлены. Они все вскрыты. Это наше здоровье. Нет здоровья, нет человека, нет работы. Нет страны. Поэтому это надо иметь в виду. Но если бы не могли, ну если бы не могли, с вас бы и спроса не было. Но мы же можем. Мы создаем свою страну. Мы многое сделали. Давайте это дошлифуем, чтобы детям осталось. Сразу после новогодних праздников в будущем январе Александр Лукашенко вновь соберет совещание по теме здравоохранения. Спросит об успехах и результатах по каждому пункту. Несомненно, по итогам такого консилиума будут приняты важнейшие решения. Алена Сырова, Виктор Пралич, Кристина Протасовицкая, Анна Корольчук. Неделя СТВ.